Всем привет! Как всегда с вами Маэстро Ирдис, а вы находитесь на канале Сайберкрафт. В данном видеоролике я покажу вам процесс создания меча, сделанного по концепту Надежды Матвеевой. Это один меч из серии 5 мечей. Изначально я планировал создать целый блок и целую серию, то есть один неделимый ролик. Но в процессе понял, что только на заготовку плашек всех 5 мечей у меня ушло где-то полтора часа. А детализация, подготовка, развертка, текстурирование. Собственно ролик получился бы совсем уж громоздким, поэтому я решил разделить его на небольшие логические части. И это первая часть, это первый меч из этой пятерки. Ну а если вам будет интересно, если вам понравится данный видеоролик, напишите мне пожалуйста в комментарии, интересно ли наблюдать за подобным. И я думаю, что последующие части не заставят себя долго ждать. Вообще изначальная идея была просто поставить процесс на запись и посмотреть, скажем так, проконтролировать самого себя. Посмотреть сколько времени же уйдет на создание всех 5 мечей целиком и полностью. От начала до самого конца с хардовой подгонкой, с мощной детализацией. Но в процессе записи я подумал, что наверное будет прикольно сделать из этого таймлапса. Но слишком громоздкие записи делать не хотелось, поэтому я решил, что наверное ограничу себя. И не буду сильно уходить в хардкорную детализацию. Не стану делать скульпт, а все детали добавлю исключительно на этапе текстурирования. На данном этапе я закончил с конструированием базовой лоупольной плашки. Оставил ее копию, ну так на всякий случай, мало ли еще пригодится, если вдруг на косячу. Сделал дубликат и приступил к хайполе детализации. То есть добавил дополнительные детали, которые я не планировал отражать на самой лоуполе модели. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше пошел творческий медитативный процесс создания развертки, но точнее подготовки к развертке Это удаление всего лишнего слоуполе модели, создание шарпов, то есть групп сглаживания и установка симов, то есть швов, там где модель должна быть разрезана, чтобы можно было развернуть ее на плоскость Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончив с процессом детализации и с подгонкой лоу-поли модели к хай-поли модели, мы переходим в мармасет тулбак для того, чтобы запечь всю эту детализацию Всю детализацию, которая отражена на хай-поли модели, но которая отсутствует на лоу-поли модели А также фаски, получается у нас углы не бывают абсолютно острыми, поэтому собственно все вот эти скосы, красивые переходы, все это нужно запекать для того, чтобы оно грамотно отображалось на самой модели А также позволяло нам работать в момент текстурирования в Substance Painter с помощью генераторов и создавать реалистичные материалы Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впечатляюще, а не процедурный генератор, как это сделал я. Но тем не менее, если аккуратненько постараться, то может сойти даже и так. В общем и целом идея была сделать сбивку, то есть показать какой-то практический результат. Посмотреть сколько времени на это уйдет у меня, но при этом не убиваться сильно в детализацию со скульптингом и не морочиться с детализацией на этапе самого текстурирования. То есть получить какой-то такой приемлемый результат, но не сильно упарываясь в детализацию. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пожалуй, добавление RUN оказалось последней частью работы с моделированием. Я сначала хотел оставить в таймлапсе добавление на скетчфаб и процесс настройки композитинга для отображения, но потом подумал, что, ну, наверное, нафиг оно не надо. Если кому-то будет интересно, если кто-то захочет узнать, как оно работает, то посмотрит мои видеоролики, где я рассказываю об этом, ну, или придет в гости на стримы. В общем и целом на создание данного мяча у меня ушло примерно полтора часа. Если быть точнее, один час и тридцать восемь минут. Если вычесть небольшие косяки, прокрастинацию, то, наверное, можно сказать, что час двадцать шесть минут. Плюс-минус. Ну, в общем и целом где-то так. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и удачного Киберкрафта! Продолжение следует...